Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о кротоне или как его еще называют кодиум. Сначала я познакомлю вас с этим растением, а потом расскажу как я за ним ухаживаю. Данные растения распространены в Малайзии и в Восточной Индии и на некоторых островах Малайского архипелага. Разновидности этого растения очень популярны как декоративная культура за особенно красивые листья. Является представителем семейства Малочайные. Наибольшей популярностью у цветоводов пользуется ненаучное название кодиум в переводе с греческого означающая голова. Есть мнение, что это название происходит от наименования города, расположенного в Южной Италии. Однако в домашних условиях выращивают лишь кротон пестрый, а также его гибриды. Такой цветок является наиболее красивым из всех декоративно-лиственных домашних растений. Благодаря своей компактности он не занимает много места. И в части стран такой домашний цветок является хранителем домашнего очага. При этом он защищает жилище от плохой энергетики. Ну вот я вас познакомила немного с этим растением, а сейчас расскажу как я за ним ухаживаю. Моему растению уже более 10 лет, а то и наверное больше 15 лет. Он у меня такой старичок. У него здесь уже такой стволик. Я вам сейчас разверну растение. Вот видите какой у него ствол. Просто их же продают уже довольно таки маленькими. А у меня такое уже деревсть получилось. И мне он нравится конечно же красотой своих листьев. Я могу сказать растение не очень такое требовательное и прихотливое. Но главное конечно же оно светолюбивое. Для него нужно выбрать самое светлое место. И тогда он будет вас радовать своей красивой листвой. То есть если света ему будет недостаточно, он просто будет, ну обычные зеленые листья у него будут, он будет мельчать и может приостановиться в росте. А на ярком солнце он может получить ожог. То есть нужно выбрать золотую середину. Растение очень любит влажность воздуха. И его конечно рекомендуется часто опрыскивать или устраивать теплый душ. Но только теплый душ. Он предпочитает теплую воду. Как для полива, так и для опрыскивания. В общем растение теплолюбивое. В летний период конечно нужно поливать обильно. То есть ему буквально просыхать, вот наверно, ну вот так примерно дать просохнуть горшочку. Не давать полностью просыхать. Потому что если полностью просохнет у него грунт, то он начинает осыпать листья. Молодые листики могут осыпаться от недостатка влажности. То есть влаголюбивый. Но зимой его конечно лучше не переливать. То есть осенний-зимний период. Немножко снизить. И так смотреть, чтобы до конца горшок не просыхал. А время от времени, вот допустим просыхает, его в душ поставить. И теплой водой пролить. И получится и полив. И ему здесь листики промоет. И от пыли, и увлажнится. То есть он так прям очень ему нравится этому растению. Грунт универсальный. У меня он в этом кашпо уже конечно находится очень давно. Наверное на следующий год я его буду пересаживать. Потому что наверное корешочки там хорошо уже разрослись. Но я уже сказала, что ему уже более 15 лет. Он со мной уже живет давно. И вот здесь вот при переезде, конечно он сильно поломался. То есть у него здесь вот видно пенечки. Причем стволик толстый. Он был бы наверное еще выше. Но вот он как бы когда переломился, он начал хорошо давать боковые побеги. Какое-то время не рос, не рос. И вот сейчас вот он пошел в рост. Начал выпускать красивые листья. Кротон любит конечно удобрения. Его нужно удобрять. Я его удобряю просто вот как все растения начинаю удобрять. Фертикой удобряю. Весенний, летний период. Ну раз в две недели. Потому что кротон он даже бывает и в домашних условиях цветет. Ну цветочки у него такие невзрачные, мелкие. И как правило их лучше вообще убирать, чтобы свои растения не тратило сил на эти цветочки. Из вредителей его любит всеядный паутинный клещ. Но он по-моему вообще все растения любит. Так же вот и кротон. У него я боролась тоже с клещиком, на него нападал. Ну я просто фитовермом обрабатывала и все. Ну то есть вот чтобы вредитель такой не завелся, его вот время от времени нужно устраивать теплый душ ему. Ну сейчас я нашла для него место. Он у меня находится в ванной комнате. И ему там очень нравится. Потому что там и душ, и водичка бежит. То есть влажность там повышенная все-таки. И вот он у меня стал расти прямо на глазах. Ну в ванной конечно у меня есть большое окно. То есть там светло. Ну как вы поняли, для оранжереи это в общем-то хороший вывод. У него очень красивые листья. И если света ему будет достаточно, то он вот их выпускает вот здесь и с розовым, и с красным, и с желтыми прожилками. Такие очень декоративно смотрятся. Я в принципе... И такие они знаете еще такие кожистые листья. Такие классные в общем. Я конечно очень довольна этим растением. И в принципе я уже говорила, оно и неприхотливое. Не требует такого уж сильного ухода за ним. И пользуюсь случаем, хочу показать свою аллоказию. Она у меня совсем недавно, кто следит за моими видео. И посмотрите. Я ее пересадила в новый грунт. И у нее появился новый листик. Я очень рада. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»